Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Как мы анонсировали, сегодня у нас в гостях Представитель Союза строителей и инженеров Латвии Альберт Кролл, добрый день Добрый день И независимый программ, специалист по техническому надзору за строительством Сергей Луценко, добрый день Добрый день Попытаемся обсудить все вопросы, связанные Может быть с подготовкой Строителей вообще С этой сферы, но может быть начнем Вот с такой новости, которая я так понимаю Для многих Вот тех, кто занят на строительстве, это было Может быть неожиданно, хотя вот как мы констатировали До эфира, как наш один из уважаемых Эспертов господин Куров сказал, что Ну, все дорожает Речь идет о том, что вот государство Увеличило цену за Вот, за обеспечение надзора То есть за сертификаты Может быть несколько слов Почему? Ну, во-первых, к истокам Надо возвращаться То есть, какая-то Активность в государстве Появилась после трагедии в золе туда Значит, сразу после этого был принят Новый закон о строительстве И потом принимаются Общие правила строительства Правила по строительству Зданий И один из последних Одно из последних правил Которое было принято 20 марта 2018 года О Оценке Строительных специалистов Их компетенции И постоянным Надзором за ними И В этих правилах Было записано, что кабинет министров Издает Определяет Цену Той институции Которая будет Производить сертификацию В данном случае Союз строительных инженеров Министерство экономики Делегировало По Правой Сертифицировать Часть Специалистов Сразу хочу сказать, что Специалисты должны сертифицироваться Согласно этих правил По 29 сферам И в союзе строительных инженеров Сертифицируется Чуть больше Одной пятой Специалистов Только, да Поэтому Ведь сертифицируются И архитекторы Электрики Специалисты водопроводоканализации Тепла Газа Специалисты По строительству Железных дорог Морских Латвейс Юрной цепс Бедри Да Морских сооружений Морских сооружений Миллиораторов И так далее Поэтому Весь блок Который сертифицирует Специалистов строительных Союз строительных инженеров Его институция По сертифицированию Строительных Специалистов Только занимает Из Сфер Чуть более 20% А если Из количества Сертифицированных У нас В Латвии Сертифицированность Неполных 8400 Специалистов Из них В союзе строительных инженеров 3641 Специалист То есть Ну Где-то чуть Более Одной Третьи Ну и В этом В этом В этих правилах Было записано Что кабинет Министров Определяет цену И тогда Все эти институции Которые занимаются Сертификацией Строительных Специалистов Давали свои Расчеты Сколько Что стоит И почти Год Кабинет Министров По представлению Министерства Экономики Финансов И других Министерств Рассматривал Эти цены И только Вот в этом Году В марте Принял Эти Расценки Эти расценки Предусматривают Что Что институция С каждого Специалиста 15 евро 15 евро Там Как говорится Выбор Выборочные За что 21 евро Стоит И Содержание Работников Администрации Бюро Специалисты По качеству Бухгалтерской Канцелярской Теплоснабжению Теплоснабжению Железнодорожные Морские строения Миллиарад И так далее Поэтому Экономики С Минфином Делали Анализы Сравнивали И с соседними Государствами Не только Там Литва Эстония Но и европейские Государства В том числе Пока И в Англии И поэтому Вот Рассматрив Как говорится Какие там Затраты Должны платить Строительные инженеры Или те Инженеры Которые связаны Со строительным Процессом Вот приняты Такие расценки Да Ну Первое Что я могу сказать Ну После нового Закона 2014 Года Который был принят Вы не говорите О том Что уволено Буквально Где-то около 6 тысяч человек Из сертифицированных Рядов Специалистов Да То есть Когда вы Их никто не увольняет Да Их не уволили Им сказали Что Вопрос Например Те Кто закончили В советское время Техникум Не могут Ресертифицироваться Мне Просто Вот как бы Ну Как обывателю Если так смотреть То есть Мне немножко Непонятно Человек Мне построил дом Дом хорошо Сдан в эксплуатацию Все Он дальше Не может Выполнять Свои профессиональные Функции Когда у него Опыта работы Допустим 20 лет Образно Возьми Да Я Понял То есть Он не может Да То есть И таких Персон Было Достаточное Количество Очень большое Количество Потом Получается Следующий Вопрос Мы Вы Ну Право Продолжить Обучение Тем Кто Закончил Техникум Получить Первую Степень Бакалавра Вы Допустили Но Вопрос В том Я По-честному Пришел Например Получать В Рижский Строительный Колледж Это Образование Сижу Я Сижу Я С Сидит Человек Который Закончил 12 Класс Да То есть Система Образования Вообще Не была Отточена Да И вопрос И я Сижу Вот Сижу Мне задали Курсовой По Сантехнике Да То есть Я сижу Его делаю И мне Настолько Жалко Времени Потому Что Я Его Уже Делал Я Его Уже Сдавал Чем Отличается Тогда Моё Степень Образование Тем Что Я Показал Что Я Освоил Автокат Хорошо Я Показал Это Такой Специфический Вопрос Но Вот Если Мы Говорим В целом Да Я Хочу Сказать Что Из Специалистов Строительной Сферы Примерно Одна Четвертая Часть Это Те Которые Имеют Средне Техническое Образование И Союз Строительных Инженеров Категорически Возражал Министерству Экономики Чтобы После 20-го Года Приостановить Сертификаты Ну Техникам Строителям Ну Во-первых Мы считаем А чем Они Мотивировали Тогда Просто Надо Иметь Высшее Образование Вот И все Все Мотивации Так что Это Не вопрос Ко мне Как Представителю Союза Строительных Инженеров То есть Мы И на сегодня Настаиваем И Ну Вообще Есть Обещание Заместителя Госсекретаря О том Что Этот вопрос Продвигается И Что И После 20-го Года Будет Разрешено Говорится Ну Будет Действительно Сертификаты Те Которые Выданы Техникам При условии Выполнения Условий 169 Правил Кабинета Министров Я могу Сказать Хороший Пример Скажем Ну Может Кто и слышал Такой Роберт Гинтерс Который В 50-м Году Закончил Техникум И под Его Руководством Построены Такие Объекты Как Больницы Гайлезерс Как Международный Торговый Центр Бывшее Здание ЦК Дом Конгрессов Онкологическая Больница Десятки Домов Школ Детских Садов И так далее Вот я вам Скажем Технадзор Дело в том Что В свое время Среднетехническое Образование Получили Не только В строительном Техникум Но и Такие Как Школы Совхозтехникум В Салдусе В Малпилсе В Малте И так далее И когда Вот приходят Такие На сертификацию Конечно Часть Которые Могут Работать Но есть Часть Которые Очень далеки От возможности Руководить Серьезными Проектами Это первый вопрос Тогда получается Если бы нас Осталось больше Плата Была бы Меньше Потому что Вы все равно Рассчитывали на Специалиста Плату Это первый вопрос Второй вопрос Мы недалеки От того Что Очень уже Недалеки У нас очень Присутствуют Литовские Компании На рынке Далеко не надо Ходить Дегловский мост Литовская компания Я позвонил Своим литовским ребятам Вот после того Как мне пришел счет Я позвонил Просто Мы с ними Тут делали Один объект Оставились Хороших отношений Позвонил Сколько Вы платите Они сказали 230 евро 200 евро Курсы 30 евро За сертификат Плата Раз в пять лет А за стандарты За стандарты Платит фирма За стандарты Платит фирма Он как сертификат Он сертифицируется Как специалист Привемся ненадолго Действительно Дискуссия весьма интересная Я надеюсь Что мы поговорим Не только о цене Но может быть И действительно О тех требованиях Которые сейчас предъявляются Вообще К строителям Не переключайтесь Микс Ньюз Продолжаем Мы вот в прямом эфире Так чтобы не создалось Впечатление Наших радиослушателей Мы в основном спорим О стоимости Вот этих сертификатов И платы за стандарты Все таки Вот господин Кроу Как вам кажется Сейчас Вот ну может быть В свете Вот этой страшной трагедии В золи туда Ответственность Не знаю Строительных компаний И самих строителей И надзорных органов Вообще Увеличилась Она реально Стала не знаю Контроль И ответственность Стала не знаю Жестче Вообще Система Да Ну совершенствована Во первых Сразу хочу сказать Что Создан Бюро По надзору За строительством Государственное бюро Поэтому Это Ну большой импульс Дало Как говорится Проверьте Технического состояния Зданий Которые Ну Или Аварийном состоянии Или ненадежно То есть вы это поддерживаете Такую работу Это Безусловно Это самое И Как раз Бюро За Госбюро По надзору За строительством И Дагловский мост Который Как говорится То есть они Принципиальность Проявляют Что такой Объект Нельзя эксплуатировать Это Во-первых Второе Строительные Компании Как раз Ну Такие Большие Компании Они занялись Обучением Своих Специалистов Более Требовательно Но есть У нас Много Компаний Хочу Сказать Вот такую Вещь Как говорится Я думаю Не безинтересную Что В строительстве Работает 9632 Юридические Персоны И только 5545 Они зарегистрированы В системе Болскомерсанты Болскомерсанты Регистры За которыми Как говорится Контроль То есть Почти Половина Строительных Компаний Работают Они Регистрированы Как компании В госрегистры А работают Без надзора Со стороны Министерства Экономики Со стороны Других Контролирующих Органов Поэтому Это очень Серьезный Вопрос Теперь Совершенствованность Системы Экзаменации Билетов Скажем То есть Для того Чтобы получить Сертификат Нужно На 20 вопросов Ответить Если раньше Было только Просто там Крестите Поставить То сегодня Это в письменной Форме Плюс Еще Видеозапись И так далее И к сожалению Вот когда Оценочный Комиссия Которая Работает При сертификационной Институции Но Есть специалист Который подтверждает Что он последних 5 лет 2 года Практизировал Что у него Высшее образование Что нужно Но когда Ему задаешь Вопросы Вот такие А где Акты Скрытые работы В каком Нормативном документе Есть Он не знает Где найти Ведь это Золот Туда Как говорится Где Неправильные документы Были оформлены Поддельные Подписи И так далее Да Поэтому А я уж не говорю О таких вопросах Как энергоэффективность Когда начинаешь Спрашиваться Какие единицы Измерения Энергоэффективности Не знают Не знают То что надо На ответственные Конструкции Это опять Относится К золоту Специальным актом Оформляются Несущие Конструкции И приходится Ну Тут я немножко Тоже могу Камушек В огород кинуть В том плане Что Закон Тоже Те же Виспере Бувнотыгами Он Не до конца Докорректно Оформлен И под задымлением Например Пожарной нормы Виспере Бувнотыгами У нас есть Такая графа Как Мы можем Оплатя Наймокарты Брать Да Разрешение На строительство При Только вопрос В том Что бланк Оплатя Наймокарты Лежит В старом законе Перенести Даже Забыли Который Не все Ну То есть Во-первых Во-вторых Структура Самоздачи В эксплуатацию Это Знаете Как мне один инвестор Сказал Сдача в эксплуатацию Это бесконечно Капающие проценты Да Но вы только Одно Вы задаете Вопросы Здесь должен сидеть Представитель Министерства Экономики Это вопросы Строительного Департамента Министерства Экономики Вы с ними Больше Общаетесь Не больше Не меньше Я еще раз говорю Что без тех Объемов Которые Союз строительных Инженеров Ведет Это только Одна Строительных Инженеров Министерства Экономики И конечно Будем работать Чтобы совершенствовать Систему Конечно Еще много Недостатков В системе Я просто один Еще могу Пример Сказать То есть Мы сертифицируем Специалисты По производству Работ По техническому Надзору Тот Кто вел Работу Только окна Пластмассовые Устанавливали Всю жизнь После окончания Получения Высшего образования Только Эти окна Мы обязаны Выдать сертификат Что он имеет Право Вести Быть прорабом Строительных Работ То есть Все Строить Телебашню Строить Скажем Саулы Сагменты И такие Объекты То есть Мы видим Что он не готов Мы говорим Давайте В информационную Систему Хоть запишем В БИС О том Что он только Работал Скажем На кровельных Работах Или бетонные Работы Нет Вы должны Широкого профиля Дать И вот Такой широкий профиль Специалист Который В жизни Как говорится Не монтировал Там Железобетон Или стальные Конструкции Может натворить Чудес Вот Конечно Система И мы боремся С этим Что надо Усовершенствовать Еще много Изъяна Но по сравнению С тем Что было Скажем С 13 Годом Шаг Вперед Во многих Как говорится Во многих Действиях Со стороны Государства Министерства Экономики Чтобы Упорядочить Этот документ И корреспондировать Конечно С требования С требованиями Европейского Союза Насколько Сейчас На Ваш Вгляд Урегулированы Правовые Отношения Между Генподрядчиком И субподрядчиком Вот эти Апакшузни мои Потому что Мы знаем Что в прошлые годы Те же генподрядчики Очень Легко Прикрывались Говорим Ну это же Субподряд Мы заключили договор А там Что дальше Происходит Это уже Не наша Ответственность Поэтому То что я уже Говорил Что Во исполнении Закона О строительстве Пункта 5 Г Должна Быть Правила Об ответственности И заказчика И подрядчика И субподрядчика И технадзора И проектировщика Что все были завязаны И знать Кто за что отвечает И кто Вот этого пока не хватает Несет Какую ответственность Уголовную Административную И так далее То есть сегодня Этого нет О том Что взаимоотношения Генподрядчика И субподрядчика Всегда были сложны Это вопрос Ну в основном То денежные Потому что всегда Генподрядчик Хочет найти Дешевого Субподрядчика И на этом Заработать Это понятно И поэтому Как говорится Там всякие чудеса Могут быть Но для этого Есть система контроля Со стороны заказчика И технадзора Который должен Контролировать И работу Субподрядчиков Ну он контролирует Качество выполнения Работ Но не больше Нет Он обязан Опять Если вы назвали Виспарь Ябуна Общие правила То там записано Что он должен Контролировать Выполнение Физических объемов Не только качества Так вот Конечно Физическое Если физическое И качество То все должно быть Окей Нет Это все понятно Но просто Там есть вопросы Например Там Генподрядчик Переносит Ответственность Когда У него В контракте Например У субподрядчика Один вид работы А он говорит Ну это же тоже Вроде как В этом фронте Работа Ну там Нет Но это вопросы Чисто Договоры Ну чисто Технически Договорные Договорные Если говорится Договора То у нас Тоже есть Как говорится Большая проблема В связи с тем Что Есть Такая Книга Физик Где есть Но макет Договоров Между Заказчиком И исполнителем Генеральным То есть Кто за что И какую Ответственность Несет К сожалению У нас При закупках И в самоуправлении И в госзакупках Пока Игнорирует Этот документ Который Разработан Федерацией Строительных Инженеров Федерацией Инженеров Европы То есть Европы Применяют А у нас Не хотят Правда Сейчас Я Переком Узравл Зайбзбюро Из бюро По закупке По закупке Ну как говорится Но пытается Тоже Вынудить Заказчику Применять И подрядчику Применять Вот этот Эти документы Которые действуют В Европе Они не обязательны Но По содержанию Они Исключают Многие Конфликтные Ситуации Которые Возникают В Латвии Еще Такой вопрос Который Хотел Все-таки Вам задать Как вам Кажется Если Мы вообще Сейчас Говорим О строительстве Вот эти Все правила Строгие Которые Должны Конечно Быть С одной Стороны И с другой Стороны Многие Строительные Компании Говорят о том Что сейчас Настолько Это все Даже не только Что ужесточилось Настолько Все Усложнилось И забюрократизировалось Что дали Согласовать Какой-то проект Достаточно Ну простой Относительно Бувалды Да В строительном Управе На это уходит Месяц И иногда Даже больше Ну да Такие Жалобы Есть И высказывания Но Министерство Экономики Делает сейчас Единая Строительная Информационная Система Где проекты Можно согласовать В электронном виде Это упрощает Процесс Это значительно Упрощает И есть Сроки Какие даны Строительным Строительным Управом Самоуправления В какие сроки Они должны Согласовать И дать ответы Да Поэтому Ну Все это делается Но Не так Как быстро Как наверное Нам хотелось Что В жизни Мне там Получается Грустно С этим вопросом Достаточно Потому что Опять же Ну Струйка любит Четкость По-моему Вильдейк Любое дело Любит четкость И когда Строительный закон Единственный Единственный Который Там все-таки Архитекторы Творят Делают творение Его четко Буквами Не опишешь И в моем понимании Проблема Строинспекторов В том Что Они же Клерки Они же Любят По букве Закона А там Этого нет Да И вот Он должен Принимать Решение Он же должен Четко Идти по Какому-то Регламенту Он Когда прошел По регламенту Вот Как там Платинная Маккарта У меня должен Быть этот документ Этот документ Этот Это все Есть Все Соответствует Название Объекта Соответствует Все Чик И это Автоматически Как пирожок Выскакивает Как только Большой Есть экспертиза Вроде Есть Паспорт Фасада И вот Начинаются Какие-то А мы думаем Смотрим на это Так Начинаются Споры Начинается Что-то И этот Процесс Может быть Затянут До бесконечности Ну да Ну надо Наверное Конкретное Управление Говорить о Конкретных Объектах И тогда Можно оценивать Основные Проблемы Ну насколько Я сталкивался Достаточно Конечно В Риге Основные Проблемы В Риге С рижским Самоуправлением Это Это серьезная Проблема С согласованиями Получениями Разрешения И сдача В эксплуатацию Тоже И сдача В эксплуатацию Это тоже Такой достаточно Тяжелый Процесс Для того Чтобы например Сдача В эксплуатацию Четко определено Какие документы Надо представить Для того Чтобы объект Был принят В эксплуатацию Подтверждают Технадзор Подтверждают Подтверждают Пожарная инспекция Инспекция здравоохранения На первом пункте Пожарной инспекции И все Начинается Затык первый Потому что Пожарная инспекция Не согласовывает Проекты На момент Согласования А она согласовывает уже реализованный проект. И вот тут начинается первый вопрос. Так, вот при сертификации строительных инженеров есть вопрос в обязательном порядке о пожарной безопасности. То есть, о правилах, которые действуют в Латвии по пожарной безопасности. Поэтому производитель работ, технический надзор должен владеть этими правилами. И если что-то неправильно заложено в проекте, то это в процессе строительства выявить и устранить это самое, чтобы это соответствовало правилам по пожарной безопасности объекта. Если вы это не сделаете, вот мы и говорим о компетенции наших специалистов, прорабов, технадзоров. Прораб не должен в проекте ничего менять. Не менять, а знать эти правила. И если что-то не соответствует правилам, то бить тревогу и в процессе строительства устранить это. А не ждать сдачи объектов эксплуатации и только тогда, как говорится, сказать, а я тут ни при чем. Я делал все по проекту. Не только по проекту, но надо знать все правила строительные, которые действуют в нашем государстве. Если мы говорим, я понимаю, что это может быть не тема нашей сегодняшней беседы, но поскольку это очень актуально, вы сами упомянули Дегровский мост. Вот в ситуации с Дегровским вот этим путепроводом мы столкнулись, ну вся общественность это видит, с таким интересным противоречием. Есть Государственное бюро по надзору за строительством, которое вы тоже уже сказали очень хорошо, что она есть. И она высказывает свою рекомендацию. То есть мы говорим о рекомендации, не о том, что это обязательно к исполнению. Есть, наверное, экспертиза Бувалде, которая говорит о том, что, вы знаете, ну мост можно эксплуатировать. Давайте мы ограничим по весу, не больше 30 тонн, но эксплуатировать можно. И вот получается такая дилемма. Кого слушать тем же должностным лицам Рижской думы? Своё Бувалде, строительную инспекцию, может быть, ещё каких-то независимых экспертов? – Видите, трагедия в том, что у нас в Латвии нет ни одного сертифицированного специалиста по мостам и путепроводам. – Где прямо в сертификате это написано? – Чтобы это, как говорится, он имел право, да? – Да. – То есть сегодня есть фирма, которая делает, где есть специалист, который имеет право вести строительные работы по мостам и путепроводам и так далее. А таких экспертов нет. Поэтому, конечно, с одной стороны, жёсткие требования должны быть к экспертам, но с другой стороны, наверное, Министерство экономики нужно посмотреть, чтобы на ряде объектов, то всё-таки экспертизу могли вести опытные инженеры-строители, которые имеют большой опыт и по производству работ, по руководству строительными работами, и технического надзора. Здесь, конечно, очень сложная ситуация, потому что здесь должна быть, то есть мост доведён до, как говорится, до ручки, да? И если я брал не эксперт, но то, что, как говорится, я там видел на фотографиях и всё, конечно, ну, опасен мост для эксплуатации, и, ну, плохо, что те, которые обхозяйствовали этот мост. Ну, запустили ситуацию. Допустили такую ситуацию. Если появляется там защитный слой бетона, отлетел и начинает корродировать уже арматура, то надо было сразу, как говорится, принимать экстренные меры. И допускать, да? И обетонировать это всё, дополнить, усилить и так далее. Это стоило, как говорится, ну, десятки, может, сто тысяч, а сегодня миллионы это будет стоить. Да. Нет, абсолютно согласен с этим. Но, опять же, говорю, должна быть чёткая система, чёткая иерархия, где всё чётко понятно. Может быть, действительно надо думать о том, чтобы государственное БИО получило полномочия не после рекомендовать, а просить и приказывать. Как это, по-моему, когда-то было, если я не ошибаюсь. Министр, вот сейчас, в Дне мира, новые министры ставят вопрос о том, чтобы... О изменениях закона. Какое, изменять законы, чтобы, ну, Государственное бюро по строительству имело право остановить строительство. Да, то это похоже на экспертизу какую-то, да? А не просто, как говорится. Экспертная оценка, да? Ну, что ж, будем надеяться, что это произойдёт. Тем более, что цель-то понятна, да? Чтобы было качественное строительство и безопасное, да? Безусловно. Чтобы надёжно было для жизни, здоровья человека и окружающей среде, чтобы не было нанесено вред. Ну, в принципе, я так понимаю, что у нас, несмотря на все проблемы, о которых вот говорил Сергей, у нас есть, возьму, у нас есть качественные строительные специалисты во всех вот направлениях. Конечно, конечно, да. И тенденция, как говорится, ну, мы делаем всё, чтобы их было больше. В том числе и в Латвии, да? Чтобы только иностранные специалисты. Нет, мы только про Латвию, да? Да, мы, да. Хотя мы сертификаты имеем право выдавать и специалистам из других государств. Не запрещено, да? Но если есть подтверждающие документы об его образовании, которые соответствуют латвийскому образованию, и есть подтверждение о его опыте, его, ну, практике, да? Хотя у нас есть, как говорится, и плохие, что даже с высшим образованием, вот у нас Витемская высшая школа есть, в которой есть аккредитованный программ по строительству деревянных домов. Специальный программ. Да, и выпускают специалиста, которые имеют право вести работы. И он приходит в Союз строительных инженеров, нашу сертификационную институцию, и верит, а у меня есть право вести работы. Мы говорим, ну, только, как говорится, нет. Деревянные? Нет, он и металл, и всё. Он даже не учился, поэтому мы работаем с этой школой, чтобы, ну, совершенствовать аккредитованную программу, чтобы она соответствовала тем, что делает технический университет или сельхозуниверситет. Да, спасибо большое.